ЛЮБВИ «Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Любовь долготерпит, посердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится и не гордится, не бесчинствует и не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. «Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем, отчасти пророчествуем, когда же настанет совершенное тогда то, что отчасти прекратится. «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое». Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Тогда же лицом к лицу теперь знаю я отчасти, а тогда знаю подобно, как я поздно. Теперь прибывают сие три – вера, надежда, любовь, то любовь из них больше. Что тут говорить? Апостол Павел уже все сказал. Что тут можно добавить к этим самым великим древним строчкам, которые действительно превознесли ту самую любовь, о которой столько написано, я не знаю, книг, стихотворений, снятых фильмов, практически все о любви, как ее понимает наше общество. Как правило, любовь связана очень тесно с эросом, все меньше с другими проявлениями любви, филио, дружба, или сторги, или любовь агапы, как мы говорим, древнегреческое слово будет говорить о возвышенной платонической любви, любви Божьей. Но, собственно говоря, а с чего здесь апостол Павел начинает в 13 главе? Когда он говорит, что если я говорю языками человеческими, ангельскими, если я имею дар пророчества, знаю все тайны, имею всякое познание и даже всю веру, если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение. Вот это, о чем это все? И такое впечатление, что апостол Павел рассматривает свой мир и его ценности. Вот все-таки то общество, в котором живет апостол Павел, да, это все-таки первый век нашей эры, это греко-римская цивилизация. Но я вам скажу, что греко-римская мысль, философия, скульптура, искусство, музыка, она достигла невероятных высот. И до сих пор в музеях мы восторгаемся теми скульптурами, знаем авторов, видим изображения, смотрим на амфоры, видим действительно красоту древнего мира. Ну, умели они передавать красоту окружающего их мира. Если посмотреть на мозаику полов, не так давно в Британии нашли, раскопали археологи, так вот фазенду, наверное, лучше сказать, это не дворец, но дом богатого человека. Это римлянин, конечно же, это ориентировочно 3-4 век нашей эры, чуть позже, конечно. Но вот интересно, да, то есть все, уже стены погибли, конечно же, естественно, нет. Остались только полы и то, что вот ниже, да. Это искусственное отопление, теплый пол, значит. Ну, и вот этот вот красивейший, вы знаете, пол из мозаики. То есть мелкий-мелкий, вы знаете, кусочки разноцветной плитки. И вот там цветы, море, кит, дельфины. И интересно, знаете, ну, во-первых, это фазенда, этот богатый дом был среди большого-большого поля. Значит, там британцы аккуратненько подстригли травку и она все зеленая. И с высоты квадрокоптера засняли вот эту красоту пола вот этой самой фазенты. Простите за такое слово, да. Но и подумал я, что вот действительно ведь умели, да. То есть действительно высокого художественного искусства были эти люди, кто созидали вот в том древнем мире. И вот, собственно говоря, Павел говорит о языках, о даре пророчества. Но здесь уже о каких-то духовных дарах идет речь, да. Кстати говоря, очень многие христиане других конфессий, иных конфессий, вот здесь видят сверхъестественные способности апостола Павла, да, что вот он даже умеет говорить ангельским языком. Хотя, конечно, апостол здесь, скорее всего, иронизирует. Скорее всего, он хочет подчеркнуть, да, ценность того мира, в котором он живет. Да, люди знали много языков. Имеется в виду, конечно же, иностранных. Дело в том, что Каринф, уже с вами многократно говорили, это прежде всего торговый город. Это прежде всего центр, центр международной торговли. Туда приходили караваны, приплывали корабли из различных, различных стран и территорий. И, конечно же, здесь вот это многоязычие, толпа, базар, ну, конечно же, все это было организовано, была торговая площадь Агора, но здесь встречались и финикейцы, и сирийцы, и так далее, и представители Африки, эфиопляне, все говорящие на абсолютно разных языках. Здесь как раз-таки были те самые обменные пункты, когда нужно было менять разные валюты, когда нужно было уметь пересчитывать товар с одних денежных средств в другие и так далее. Вот здесь в цене были, естественно, люди, которые ориентировались вот в этих во всех товарах, денежных знаках и так далее, и знали языки, умели прочесть те документы, потому что, конечно же, были описания товаров на разных языках, не все говорили на древнегреческом и так далее. То есть вот здесь были люди, которые умели языками говорить других народов, соответственно, заключались торговли и сделки, соответственно, выстраивалось определенное общение. Ну и когда мы говорим о языках ангельских, о чем здесь опять-таки может нам сказать первый век, мы тут же вспоминаем древние святилища языческие. Одно из таких значимых святилищ были Дельфы в Древней Греции. Напомню, что само святилище стояло на скальном разломе, откуда поднимались испарения, и поэтому проводящие различные ритуалы жрецы, вдыхая эти испарения, скорее всего, что специально впадали в экстатическое состояние. Представители, может быть, других направлений языческих могли пить отвар мака или мухомора, да, простите за подробности, которые опять-таки человека ввергали вот в это особое состояние, то есть экстатическое. А вообще признак, вот когда человек вел себя необычно, да, у него было там голосолалия, он падал, у него шла пена, ну уж опять простите за подробности, это всегда в первом веке и ранее отмечалось за такое вот, что ли, божественное состояние. Поэтому эпилептик считался отмеченным Богом человеком. В частности, Юлий Цезарь, знаете, возможно, из истории был эпилептиком. И поэтому, когда он падал в своем припадке, на самом деле это не было ничего постыдного, а люди считали, что вот этот человек, да, к которому прикоснулся Бог, языческий имеется. Поэтому вот эти состояния, они отмечались и эти состояния свидетельствовали о неком жреческом призвании, ну, того или иного направления. Ну и естественно, я думаю, что, конечно же, люди, которые хотели выглядеть как жрецы, которые хотели заявить о некоем тайном знании, общении с тем или иным Богом, они в себе культивировали подобные состояния. Я повторюсь, некоторыми средствами, да, ну, даже уже в нашем, скажем так, раннем и в средневековье мы знаем, что люди пользовались с отваром мухомора, да, то есть то же самое, впадали в подобные видения и подобные состояния. Вот здесь, скорее всего, что Каримская церковь знала подобных людей. Скорее всего, что к ним приходили те или иные люди, которые впадали в подобные состояния. И претендовали на особое, так скажем, преимущество, да, то есть они выставляли себя в качестве пророков, апеллируя к тому, что вот у них подобное состояние присутствует. И вот интересно, как размышляет и о чем говорит апостол Павел. Что если приходит человек, который, ну вот, да, он может быть лунатиком, впасть в экстаз, что-то непонятно говорить, может быть, человек будет говорить на многих иностранных языках, может быть, человек знает пророчества и умеет видеть будущее, извлекать пророчества, а мы знаем, опять-таки, древние языческие жрецы, в частности, гаруспики, да, то есть которые гадали на внутренних органах животных, то есть были направления жрецов, которые гадали по птицам, как и куда они пролетят над головой, как махнут крылом, сядет ли, опять-таки, ворона на твой дом или нет на крышу, аист мимо пролетит или что-то дальше, один или три и так далее. То есть это целая система древних таких вот знаний, сложно сказать об этом, скорее, давайте скажем, предрассудков, правильно же? Более того, были целые книги на эту тему, да, кстати, нам тоже они хорошо известны, потому что периодически их можно встретить в каком-нибудь книжном магазине. Так вот, так вот, интересно, что даже если приходит некий подобный человек и заявляет о своем особом статусе, и Павел говорит, я не имею любви, да, то все это бесполезно. Даже если мы будем иметь дар пророчества от Бога теперь уже, не от каких-то языческих жрецов и поклонений, а непосредственно от живого, настоящего нашего Бога Яхвы. И если Бог наш откроет все тайны глубокие мира, и если, вот обратите внимание, что дальше Павел переходит к христианским нашим с вами реалиям, да, даже если человек имеет всю веру, который может, по сути дела, и горы передвигать. Конечно же, это аллюзия на слова Иисуса Христа. Вы помните, что когда-то Иисус укорял своих учеников, что у них нет веры, да, то есть если бы вера ваша была, что, сгорчичное зерно, то вы могли бы и горы передвигать. Скорее всего, что это пословичное выражение первого века. Оно было в ходу. И здесь, опять-таки, раввины отмечали значимость веры, что мало просто посещать синагогу, читать Тору, слушать Тору, да, мало даже вот вести праведную жизнь. Если, если человек не имеет веры, если он не живет по-написанному, а просто что-то об этом даже много знает, все бесполезно. Вы помните, ученики постоянно оказывались как-то вот, что ли, бессильными в тех или иных ситуациях. То они попадают в шторм, как описывает Евангелие Матфея, в частности, все Евангелия. Они практически тонут. Иисус спокойно спит в лодке. Они его будят. Он встает и говорит им «О, что? Маловерные». О, маловерные. Встал и запретил ветру, буре, волнам. И люди в шоке. Ученики говорят «Кто сей, что может и ветру повелевать?» В другой раз они не смогли исцелить мальчика. Вы помните, когда Иисус был на горе преображений. И он тоже их укоряет. «Да коли я буду с вами?» И даже, мне кажется, здесь ругается на учеников. «Сей рот, он скажет, изгоняется чем?» Вот тут интересный будет текст в синодальном варианте и в новом варианте. В синодальном постом и молитвой, а в новом варианте перевода мы увидим слово просто «молитвой». Интересно, каким же образом пытались изгнать нечистую силу из этого мальчика-ученики? Иисус будет подчеркивать важность молитвы. Вопрос веры – актуальнейший вопрос как для, скажем так, иудеев, так и для христиан. Вопрос веры очень актуален для нас с вами, христиан XXI века. Мы постоянно говорим о вере, потому что, конечно же, мы попадаем в нашей жизни в разные и порой очень сложные ситуации. Попадаем в тот же шторм, попадаем в ситуацию болезни. Сейчас многие люди попали в ситуацию войны. Как выжить? Как остаться в живых? Как сохранить себя как человек? Как не упасть духом и не начинать проклинать весь мир и прежде всего Бога, допустившего подобную ситуацию? И мы всегда будем говорить о чем? О вере – всегда будем говорить о чем? О молитве – мы всегда будем говорить о чем? Что Бог, Он силен избавить, помочь, исцелить и быть рядом. Господь силен утешить, Господь силен поддержать. Вот интересно, что если человек силен в вере, без проблем переживает любой шторм и не боится ничего, без проблем может, как Петр, выйти из лодки в бушующее время, в бушующем море, идти по воде, но при всем при этом, если у человека нет любви, то апостол Павел что скажет? Я – то? Я – ничто. Третий текст очень интересный. «Если я раздам все имение мое, отдам тело мое на сожжение», и опять мы вспоминаем богатого юношу, опять мы вспоминаем историю Иисуса Христа. Вы помните, когда богатый юноша подошел к Иисусу и спросил, что мне делать, чтобы спастись? И Иисус ему говорит, что? Соблюдай заповеди. На что богатый юноша отвечает, да я вот, собственно, с детства соблюдаю эти заповеди. И тогда Иисус говорит интересные слова. «Если хочешь быть совершенным, то, что продай свое имение, раздай нищим и следуй за мной». И вот, конечно же, здесь, как мы читаем Евангелие, богатый юноша ушел грустно, отошел, написано, с печали, ибо у него было богатое имение. Не смог он переступить вот этот вот барьер и расстаться с тем, что было для него очень дорого. Конечно же, Павел аллюзирует на эту ситуацию, на эту известную историю. И говорит о человеке, который раздал все имение. Вот некий человек был лучше. Он пошел по пути совершенства. Он пошел за Иисусом Христом. Я даже подозреваю, кто этот человек. Евангелист Матфей. Вы помните, человека, сидящего возле сбора, пункта сбора, не пожертвования, а налогов. То есть, на самом деле-то, Левий Матфей богатый человек, потому что прежде чем тебя допускали до сбора податей, сбора налогов, ты должен был некую сумму предварительно внести в казну. А потом только добирать ее с людей в свою пользу. На что нужны были уже средства. Но он еще и Левий. А Левиты при всем при этом все-таки это элита древнего общества. И, несмотря на это, он по призыву Христа оставляет все и следует за Ним. Были люди, готовые оставить какие-то свои земные ценности. Но вот интересно, что если я раздам все мое имение и отдам тело на сожжение, это как раз-таки то, что переживала церковь церковь первого века, да и не только первого, второго и третьего, гонения языческих римских императоров, это была вершина праведности, друзья. А если посмотреть на ценности, опять-таки, того мира греко-римского, то для них жертва является абсолютной ценностью. Если почитать Гомера, Илиаду, то там богиня приходит к Ахиллу, есть такой древнегреческий герой, полубог, и говорит ему о том, что скоро будет Троянская война. Ты можешь, она ему говорит, пойти на войну, и там ты погибнешь, но твое имя останется в веках. Ты можешь остаться дома, прожить долгую и счастливую жизнь и умереть в такой сытости, старости, но при этом тебя никто не будет знать. И что выбрал Ахилл? Ахилл выбрал войну, Ахилл выбрал подвиг, Ахилл выбрал будущую смерть. Почему? Слава в веках превыше вот даже благополучной, сытой жизни. Это ценность греко-римского мира. Они стремятся к любым подвигам, лишь бы только их имена остались в веках. Поэтому главные герои греко-римского мира это, конечно же, спортсмены, те, кто участвует в Олимпиаде, кто участвует в Исминских играх, это те, кто завоевывает первые места, они увенчаны лавровым венком, они почетные граждане того или иного города, они всегда вспоминают в истории, и их имена вписаны в эту таблицу почетных граждан того или иного города. Они всегда присутствуют на первых местах, когда идут общегородские праздники, опять-таки, другие, может быть, игры. То есть, они всегда в почете и в уважении. Поэтому люди бились за первые места на Олимпиаде. Люди хотели быть выше, люди хотели быть сильнее, известнее. известный древнеримский персонаж пошел на великое злодеяние. Я не буду называть его имя. Он сжег известный храм эфесский для того, чтобы его навсегда запомнили в истории. И вот даже при всем при этом Павел скажет, если я не имею любви, нет мне в этом никакой пользы. Что делает этот человек? Что делает этот человек? Друзья, он перечеркивает все смыслы вот того самого общества первого века. Он перечеркивает все моральные абсолюты греко-римского мира. Он говорит о том, что за что люди бьются, друзья, умирают, и он скажет, что, друзья, а вот, собственно, в этом пользы нет никакой. Нет никакой пользы в почете в первых местах великих дарах, пророчествах и языках. После таких слов, я думаю, все слушатели замерли в недоумении. О чем ты? Что ты хочешь нам сказать? Ты сейчас перечеркнул, опять-таки, повторюсь, все смыслы. Так ради чего жить? Куда стремиться теперь? Если это пользы никакой не имеет, если, по сути дела, это вообще ничто, и вера, и подвиг, и пророчество, тогда что же имеет абсолютную цену в нашем с вами мире? Вот дальше Павел будет говорить о любви. Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Интересно, он сам придумал вот эту песнь о любви? Я думаю, что нет, я думаю, что нет. Я думаю, что апостол Павел прежде всего был человеком глубокого знания Ветхого Завета. Апостол Павел был человеком, который учился у ног Гамалиила. Апостол Павел был фарисеем из фарисеев. И когда мы откроем пророчество Исаии, книгу пророка Исаии, то у него есть большой отрывок, который начинается с 42-й главы и заканчивается 53-й. Вы знаете, да? Это песнь о рабе. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд, не возопиет, не возвысит голоса своего, не даст услышать его на улицах, трости надломленный не переломит и льна курящегося не угасит». Интересный образ рисует Исаия будущего мессии. Да? Вот что это за человек, который надломленный трости не переломит и не угасит льна курящегося? То есть уже как бы можно было бы прекратить чьи-то, ну, я не знаю, попытки спастись, да, когда человек уже ослабел и в вере, и в жизни. Что такое трость надломленная? Но при всем при этом Иисус будет не добивать, а наоборот исцелять. Он не возвысит своего голоса, Он не будет превозноситься, Он не будет вовеличаться, да, то есть Он будет совершенно другим. И вот, конечно же, та самая 53-я глава. «Ибо Он взошел пред Ним как отпрыск, как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, мы видели Его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен, умолен пред людьми, муж скорбей, изведавшей болезни, и мы отвращали от Него лицо свое, Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Он взял на Себя наши немощи, понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом». Вот образ Мессии. Это образ самого Бога. Вот оно описание той самой любви, которую раскрывает апостол Павел. Росток из сухой земли, взявший на себя и понесший наши немощи и наши грехи. Вот она любовь, открытая на Голгофе, открытая Иисусом Христом. Об этой любви говорит Павел о долготерпении, о милосердии. Мы вспоминаем, опять-таки, помните, книгу «Исход», когда Господь Моисею открывает свою славу. Мы вспоминаем, когда Моисей попросил Господа собственно говоря показать себя и не будем мы перечитывать эти тексты, времени у нас крайне мало, но Господь, пройдя мимо, возгласил Господь, Господь какой? Человеколюбивый, какой? Многомилостивый, какой? Долготерпеливый. Это характер Божий. Вот Он, Господь, явленный в книге «Исход» Моисею. Вот Он, Господь, о Котором пророчествует Исаия в этой песне о рабе. Вот Он, Сам Иисус на Голговском кресте, Который, умирая за грешников, тем не менее, говорит, прости им, ибо не ведают, что делают. Нет ни единого осуждающего возгласа, нет ни единого призыва к мести, к расправе над иудеями, которые осудили, над римлянами, которые осуществили эту самую казнь. Поэтому песнь о любви, она, по сути дела, является песней о Христе. О том, что Он не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает всему, верит, всего надеется и все переносит. Это Христос. И вот здесь 13 глава и заканчивается Иисусом Христом. Посмотрите, теперь мы видим 12 текст как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу, когда когда мы увидим лицом к лицу? Кого мы увидим лицом к лицу? Конечно же, явление Иисуса Христа. Конечно же, второе пришествие Иисуса Христа. Конечно же, вот оно самое большое откровение Божие о себе. Это его второе пришествие. Когда он, явившись, придет не убивать, простите, он придет забрать из земли спасенных праведников. Он придет забрать тех, кто и всегда стремился к нему. Кто хотел бы, хотел бы жить в присутствии Бога? И вот интересно, как Павел размышляет, что, собственно, пребывают надежда, вера и любовь. без веры невозможно увидеть Иисуса Христа. Надежда не постыжает, да? Без надежды сложно выжить в этом самом мире. но главное будет в чем? В любви. Потому что знание, знание прекратится, языки умолкнут, пророчества исполнятся. Единственное, что останется в пришествии Иисуса Христа, это что? Это любовь. Пришествие Иисуса Христа поставит точку в той великой борьбе, которая идет сейчас. Все пророчества исполнятся. Языки будут не нужны. Почему? Потому что люди изменятся, у них изменятся тела. Люди будут говорить на одном языке. Знание упразднится, потому что это знание нашего мира. А Господь поведет нас к Вышнему миру. Там будут совершенно другие знания. Тогда что же будет и останется самым важным? Вера перерастет в видение. Надежда тоже исполнится. И вот красиво Эллина Уайт сказала, что с земли мы заберем только одно. Что? Наш с вами характер. Ни золото, ни бриллианты, ни красивую одежду, ни навыки даже профессиональные. Характер. Мы сможем забрать с земли только любовь. насколько глубоко она в нас сформировалась. Вот там в тысячелетнем царстве, друзья, что нам понадобится? Знания там будут совершенно другие. Пророчество окончится здесь на земле. Что нам нужно будет для жизни и полезно будет для жизни в тысячелетнем царстве? остается только любовь. Вот те самые отношения, которые формируются здесь и сейчас на земле, между братьями и сестрами, в семье, между родителями и детьми, вот сейчас и здесь формируются те отношения, которые, в общем-то, нам понадобятся там, на небе. Мы должны прийти к любви здесь. мы должны прийти к прощению здесь. Пусть Господь нас благословит, пусть слова этого гимна станут частью нашего характера. Аминь.